здравствуйте господа и дамы и так компания сквадрома жужа с жужа точка ру вот сегодня я хотел бы рассказать и объяснить то с чего надо начинать то есть вы решили себе сделать сквадром то есть у вас появилась гениальная просто идея а не сделать ли нам сквадром вот то есть после того как у вас появилась такая чудесная идея что вы решили сделать себе сквадром вот после этого соответственно вам нужно взять листок бумаги просто обычный листок бумаги ручку и и начать писать начать писать некое назовем его техническое задание на сквадром для того чтобы вам понимать вообще чего вы хотите чего каким образом вы этого хотите добиться и так далее и тому подобное вот первоначально что вам необходимо сделать то есть первым пунктом вам необходимо решить сколько денег у вас есть вот почему потому что количество денег влияет на то какой у вас будет сквадром то есть каркасный либо бескаркасный с рельефом либо с каким-либо другими возможностями то есть тут многообразие достаточно большое вот но это очень сильно влияет вот то есть по количеству денег вы понимаете что например если у вас есть там грубо говоря 100 тысяч рублей да это одно есть у вас есть там миллион 100 тысяч рублей это совершенно другое если у вас есть 10 миллионов 100 тысяч рублей это третье то есть от совершенно разного уровня сквадрома как бы да то есть дело не в то из чего они сделаны они все сделаны из фанеры и все имеют соответственно профессиональные зацепы в основном это из полиэфирной смолы кварцев вот но все зависит от конфигурации то есть скажем так давайте возьмем для примера пункт 1 и так это у нас непосредственно размер скалодром то есть первое что вам необходимо сделать да то есть размер скалодрома который у вас будет то есть это у нас x x x миллиметров на x x x миллиметров все вы это поняли да соответственно второе что у нас это та стена где она у вас размещена и из чего она сделана а вот то есть соответственно эта стена может быть либо внутри помещения либо снаружи это очень сильно влияет на стоимость скалодром просто очень сильно вот соответственно и какая стена то есть из чего из чего стена вот то есть это второй вопрос следующий вопрос 3 он самый собственно говоря важный почему потому что он влияет на стоимость вот этот третий вопрос это касающийся непосредственно какой у вас скалодром то есть давайте сделаем наверно 1 1 вариант это у вас каркасный каркас и второе это без каркаса вот то есть соответственно на примере автомобиля каркасные автомобили- то равный автомобиль ой каркасные скалодром это равный автомобиль без каркасный скалодром это несущий кузов то есть я думаю что в принципе понятно что каркасный всегда будет дороже то есть каким это образом выглядит у вас есть некий каркас а вот у скалодрома который изготавливается из металла до соответственно он крепится непосредственно к стене и на уже этот каркас вы вешаете фанерные панели ничего сверхъестественного нет вот что такое без каркас без каркас на это тогда когда у вас есть несущий брус там решетка из несущего бруса и соответственно сверху по всей этой площади монтируются панели то есть что каркас что несущий брус у вас он находится сзади но расстояние которое у вас у каркаса до панелей то есть вот нас каркас и здесь у нас находится панель то есть вот это расстояние позволяет сюда залезть человеку то есть она может быть до полуметра 500 миллиметров вот иногда она может быть и там полтора метра то есть все зависит от того как бы опять же сколько денег да то есть чем больше каркас тем выше цена вот если мы берем непосредственно скалодром который у нас на несущем брусе да то от стены до панели вот это расстояние там соответственно не 500 миллиметров а 50 50 миллиметров то есть брус то есть туда только руку может засунуть то есть и соответственно как бы это влияет на стоимость то есть у нас грубо говоря если каркасный скалодром стоит 1 миллион рублей в среднем то без каркасный скалодром стоит 200 тысяч рублей думаю что в принципе как бы понятно при учете что эти скалодром будут снаружи абсолютно одинаково выглядеть вот то есть вы можете что на один что на другой добавить рельефчик плюс грубо говоря там 70-100 тысяч рублей и сюда тоже самое 70-100 тысяч рублей они будут абсолютно одинаково вот дальше что мы делаем дальше мы думаем о том 4 пункт относительно оплаты вы всегда делайте сто процентов предоплату почему сто процентов потому что соответственно скалодром делается конкретно под вас он не пойдет куда-то в другое место он конкретно для вас то есть вы заказали оплатили мы его там грубо говоря там ну не знаю 4-5 дней мы его изготовили вот то есть вы получаете деньги со своего счета от там спонсора либо это лично ваши деньги и вы их перечисляете по мере того как мы их получаем мы начинаем производство дальше что у нас дальше шестой пункт шестой пункт это непосредственно там некая подготовка то есть делает это только компания скалодрома жужу то есть мы снимаем видео вот о том как непосредственно использовать данное пространство скалодрома вот то есть и вы посмотрели в это видео соответственно как бы понимаете кто конкретно у вас будет это все дело потом ну использовать монтировать и так далее вот дальше у нас что 7 пункт 7 пункт это у нас транспортировка то есть кто будет заниматься вопросами транспортировки почему этот пункт так важен потому что мы изготавливаем мы изготовили если надо мы это упаковали и отослали вам все то есть на этом пункте после того как мы изготовили да наша работа заканчивается то есть транспортировку отвечает транспортная компания не мы поэтому соответственно то как вы получите готовый скалодром не готовый скалодром а соответственно комплектующий для монтажа скалодром отвечает транспортная компания не мы отвечаем мы не следим за то как они это везут понимаете то есть это лежит на плечах непосредственно вас и вы должны подумать на этот на эту тему сколько стоит транспортировка опять же все зависит от веса от размера она может стоить там грубо говоря 5 тысяч рублей вот вот а может стоить 50 тысяч рублей а может стоить 500 тысяч рублей да если у вас скалодром стоит 10 миллионов то 500 тысяч рублей соответственно у вас стоит транспортировка почему потому что там рельефы размеры и так далее так далее это отдельная тема больших скалодромов мы сейчас здесь не об этом говорим и восьмой пункт монтаж то есть в монтаже есть такая штука как подготовка скалодрома это отдельная тема она отдельно соответственно рассматривается и так далее по видео соответственно по нашим можно понять как это все делать но вопрос кто это и будет заниматься то есть вы на этот вопрос точно также должны ответить кто будет заниматься монтажу чтобы это не были какие-то косоруки южные ребята которые приедут и непонятно вам что сделают то есть адекватные люди которые посмотрят наши видео по монтажу и смогут смонтировать вам скалодром вот и девятый пункт это на самом деле то каким образом вы собираетесь дальнейшем модифицировать скалодром скалодром это организм который постоянно живет и у вас если соответственно ничего нового на скалодром не происходит то те кто посещает вас скалодром мы просто все надоест через какое-то время не будут ходить одни и те же трассы одни и те же рельефы так далее то есть я опять же это сторону оплаты то есть если у вас есть спонсор который вам это все будет проплачивать периодически тогда да если у вас спонсор только один раз готов заплатить то лучше соответственно внести на счет большую сумму чтобы потом в этот в эту сумму не знаю там 50 тысяч рублей или там 200 тысяч рублей чтобы в эту сумму потом просто забирать у нас какую-то продукцию как которая конкретно под ваш скалодром и конкретно вам нужно чтобы не получилось так что вы все смонтировали все заплатили там ну то есть скалодром грубо говоря стоит 100 тысяч рублей вы заплатили эти 100 тысяч рублей а потом вы вдруг поняли что вам нужен другого размера или вида рельеф вы его хотите у нас заказать а денег вам спонсор уже не даст поэтому может быть имеет смысл сразу заплатить не 100 а 150 тысяч рублей чтобы выйти потом 50 соответственно мы могли для вас что-то делать конкретно для вас вот собственно говоря некий расклад того чтобы вам нужно понять перед тем как вы решили построить скалодром вот на эти все вопросы ответьте для себя да вот и после всего этого вам нужно еще понять такой немаловажный фактор это возраст тех кто будет заниматься и их уровень подготовки потому что если это у вас какое-то развлекательное заведение для того чтобы просто на нем там не знаю у вас есть батутная зона и вам необходим еще маленький скалодромчик то есть вам нужно понять кто будет к вам ходить то есть это не люди которые будут тренироваться это люди которые будут к вам приходить просто грубо говоря скажем так поэкспериментировать со своими возможностями то есть они пролезли трассу какую-то да и все и они счастливы для этого нужны большие зацепы не детские зацепы да то есть зацепа за которые можно двумя руками цепиться две ноги поставить детские зацепы которые идет стандартную панель 3 3000 рублевую это это детские зацепы за них можно взяться одной рукой и одну ногу поставить то есть они разного размера разного веса разной формы на данный момент у нас 2000 форм 2100 форм разных размеров разной разной формы разных цветов и мы как раз для вас подбираем перед тем как вам отправить все это мы вам подбираем зацепы под определенный возраст под определенную подготовку то есть кучу кучу всяких характеристик и мы все эти проблемы ваши решаем но нам нужно чтобы вы понимали что вы от нас хотите потому что если вы обратитесь любую другую организацию не в компанию скалодрома жуж вам скажет давайте техническое задание мы вам сделаем на данный момент у нас а стоимость панели это одного квадратного метра грубо говоря это три тысячи рублей один квадратный метр если вы обратитесь куда-либо в среднем по стране цена за квадратный метр 10 тысяч рублей я думаю что очевидно да как бы почему потому что ну там куча всяких нюансов там очень мало у нас производителей которые производят зацепы и которые сами понимают вообще чего они производят на вот мы чем отличаемся тем что мы соответственно делаем бескаркасные скалодрома вот и мы их достаточно много уже построили на вот ну там несколько сотен и мы считаем что мы как бы ну тут достигли достаточно хороших результатов и вы можете обращаться к нам именно за бескаркасным скалодром рельефный бескаркасный но любые скалодрома не имеющие каркасы ну вот здесь мы как бы вообще этом в топе всегда вот и по цене и по качеству и соответственно по возможности реализации мы всегда помогаем всегда рассказываем что и как зачем почему вот в принципе я вам рассказал если соответственно что-то непонятно еще раз просмотрите видео это по пунктам себе все распишите не забывайте про девятый пункт да как бы очень важен вот может его стоило там начале поставить и так далее так далее вот думайте над этим всеми показателями вот обращайтесь мы производим зацепы панели есть есть сайт 970 1796 970 1796.ru на нем уроки видео уроки по скалолазанию всегда можете там посмотреть вот можете там предложить возможность размещения своего видео и так далее мы все делаем для того чтобы этот спорт развивался и все делаем для упрощения и оптимизации вот всем хороших результатов пока